Недавно я увидела, что проводили исследования в Эстонии, где говорилось, что люди стали больше сейчас стыдиться своего дома или квартиры, ну в общем жилья. И во время пандемии это оказалось более ярко выражено, потому что люди невольно стали сидеть, вернее стали работать, учиться дома и удаленно, то есть дистанционная работа, дистанционное обучение. И естественно, что дома у нас бывает по-разному. Тут лебеди увидела на фоне, но они там далеке. Всем привет! Праздничные дни в первую очередь, наверное, начинаются с подготовки своего жилища, то есть это уборка, чистка, стирка, глажка, ну и в общем и тому подобное. И я не исключение, у меня тоже сейчас будет уборка. Первое, что у меня начинается, я буду просто пылесосить. И вот мой помощник домашний достался мне уже вместе с домом, так что покупать не приходилось. Не знаю, сколько ему лет, но он уже старенький, но работает хорошо, выполняет свою функцию. Я в основном, если быстро пропылесосить, пользуюсь этим пылесосом. У коты, естественно, пыль быстро собирается. И потом уже вторым этапом я пойду моющим пылесосом, пройдусь по всему дому. И здесь я просто, мы не будем, не переживайте, вы не будете со мной убираться. Просто я хотела поделиться с вами, что раньше, ну по крайней мере, у меня так было. Я не знаю, это связано с переездом сюда, либо просто с возрастом, а может быть все в совокупности. Я раньше просто обожала убираться. Это, можно сказать, мое любимое такое дело было, которое было и полезно для дома, необходимо. И мне самой нравился процесс уборки. Но переехав сюда жить, как-то у меня с каждым годом желания все становилось меньше и меньше. Но мне кажется, что здесь в течение времени просто бежит и с такой скоростью бежит, что просто я не успеваю ничего делать. Но, скорее всего, еще плюс к тому, что здесь все-таки природа такая располагающая для прогулок, чего не могла я сказать, допустим, вот в холодное время годы, осень, зима и весна в Казахстане не особо располагают к прогулкам. И сидели мы постоянно дома, естественно, дома что делать? Уборка. И могу сказать, ну, лично у меня было, это можно так сказать, до фанатизма. Сейчас у нас тут уборка, и немножко просто покажу мои любимые ароматы. Вот мне нравятся. В последнее время мне вот этот понравился аромат Ленор. Мне раньше нравился Сила, но что-то сейчас он мне или надоел, или, ну, не знаю. Он просто так, по привычке, а новый любимец для меня вот этот Ленор. Конечно, я раньше использовала Ариэль капсулы. Удобная, быстрая, но бюджетные варианты у меня всегда тоже были. И я обычно беру или в Сельвер, или в Копе у нас есть, ну, как бы в магазине их. Мне кажется, это один производитель, потому что упаковка очень похожа, что в Копе, что в Сельвере. Вот, мы их берем более бюджетно. Ну, и здесь Ариэль такой. Стиральная машина у нас Бека. Ничего необычного. Но, кстати, вот с Бека этой машине мы, когда приехали, и где-то через полгода, наверное, ее приобрели. Может, даже через год, я не помню. И меня последнее время, последние года три раздражает. Вот на максимальном отжиме 1200 я сейчас его редко ставлю, потому что он начинает так дребезжать, что просто вообще ужас. Мы уже там поправляли ножки, все, что можно было, но невозможно. А так, в принципе, свои функции выполняет. Вот, в продолжение темы то, что я уже начала говорить на улице во время прогулки о том, что босса, ну зачем ты? Вот, это он ободрал шкаф весь. Вот, мало того, что обои рвут. Так вот, это работа именно боссы. Тигры у нас больше специалист по обоям. Это какие-то у нас террористы, а не коты. Вот, единственный такой большой минус у домашних котов, то, что они тут дома просто творят, что можно и нельзя. У нас первый кот гулял на улице, в саду, и вообще ничего дома такого не делал, что эти коты делают. Они вот этот телевизор маленький были, носились, сносили. Мы его только купили. И, благо, телевизор выжил. Поэтому мы и любим продукцию Samsung. Они очень прочные. Что телефоны, что смартфоны, что планшеты, телевизор в том числе. И, да, вот, помощники. Он думает, что если я убираю, значит, ему тоже нужно делать уборку. Только у него уборка другая. И, кстати, про онлайн. Дистанционную работу или обучение. Сейчас, конечно, хорошо. Особенно Zoom, я, насколько знаю, первые начали делать фон виртуальный. То есть, если ты не хочешь показывать свое жилище, ты можешь поставить любой фон, который ты хочешь. И это достаточно удобно, конечно. Но немножко картинка будет меняться. То есть, там, когда мы же сидим, двигаемся, то немножко картинка деформируется. Но это не страшно. Я, кстати, когда на онлайн-курсах по эстонскому языку так проходила в начале года, я практически все время тоже использовала фон. Ну, потому что он был автоматически поставлен мужем, потому что я на его компьютере занималась. Климатические условия, естественно, они тоже очень сильно при уборке заметны. К примеру, когда я жила в столицах у себя на родине, в Астане и в Алма-Ате, очень сильный смог. И из-за того, что этот смог... Прямо он черный. И, допустим, в Алма-Ате он пробирается вот везде. Даже дома будете сидеть, мне кажется, он в легкие пройдет. А когда убираешь, проведешь пальцем, везде будет черное. Я каждый день вытирала пыль, и это не помогало. Полы мыло практически каждый день. Вода черная постоянно была. В Астане немножко меньше черного смога именно. Но там другая пыль, песок, земля. Как-то каким-то образом он тоже пробирается в жилище. Ну, из-за того, что там очень ветрено. И уборка из-за этого, наверное, скорее всего, для меня была в последнее время немножко уже такая оттягачающая. Потому что убираешь, убираешь, убираешь каждый день. Может, в день по несколько раз вытирать пыль. И эта чернота, особенно на посуде, посуду оставлять просто так открытой, или какие-то продукты открытые, то это обязательно покроется черным смогом. Поэтому все закрывало, все убиралось. Но даже если закрываешь, то все равно пробирается в шкафы. И я все продукты хранила, то есть плотно закрывала в коробке. Потому что этот смог пробирается везде. А при уборке это просто ужас. В Астане то же самое. На этой ноте, наверное, я завершу. А то у меня уборка со съемками немножко отодвинулась на некоторое время. И уже как-то быстро темнеет. Вот-вот сколько у нас? 10 минут третьего. Все уже сумерки у нас начинаются. И я уже, наверное, целый час собираюсь убираться. Всем спасибо за просмотр. Я начну все-таки заниматься уборкой. Желаю всем удачи. И пока-пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok